Нам понадобится три цветных карандаша. Зеленый, синий, красный и тетрадочка. Сегодня мы с вами начнем с загадки. Послушайте, пожалуйста. Наступили холода, обернулась в лед вода. Длинноухий зайка серый, обернулся зайкой белым. Перестал медведь реветь, в спячку впал в берлоги. Кто скажет? Кто знает? Когда это бывает? Зимой, да, не обязательно декабрь. Действительно, с наступлением холодов медведь уже приготовился к спячке. Он уже приготовил свою берлогу к спячке. Да, это действительно зима. У нас сейчас с вами тоже наступила уже зима, правда? Как мы понимаем, что вот сейчас у нас наступила зима? Есть, да, немного снега. Если посмотреть, то снега, конечно, совсем чуть-чуть, да? Холодно, правильно, уже наступает холода, морозы даже, да, уже. Птички уже не поют. Но иногда мы можем слышать, как каркают вороны, правда? Хорошо. Что еще у нас происходит в природе? Вода замерзает. Хорошо. Если посмотреть на деревья, то они у нас стоят какие? Голые, голые деревья. Да, вся листва уже опала, и они стоят у нас уже без листьев. Хорошо. Что происходит у нас с нашим временем суток? То есть мы с вами встаем в школу на улице. Светло или темно? Темно. А летом мы вставали с утра, у нас уже было светло, да? Солнышко нас пробуждало, да, действительно. И темнеет, если вы заметили, тоже раньше, да? Встаем темно, и темнеет тоже раньше. То есть день становится короче, а ночь длиннее. Животные тоже у нас уже все приготовились к зиме. И насекомые, и животные, правда? Кто-то впадает в спячку, кто-то меняет цвет своей шерстки, да? Скажите, пожалуйста, за что вот вы любите зиму? Я думаю, каждый из вас любит зиму. Только не в снежные, а в зимние игры, правда? А в какие зимние игры можно играть? В снежки, конечно. Мы можем в снежки играть. А что? Да, мы можем с вами построить снежную крепость, слепить снежную бабу, снеговика. А еще, на чем вы любите кататься зимой? На санках, на латрушке, конечно. Как весело кататься с горки, правда? Итак, хорошо. Вот не успели мы в лес зайти. Дед Мороз уж впереди. Нас, наверное, ребят, поджидает. Сейчас загадки загадает. Слушайте. Если отгадаете правильно, то Дед Мороз отгадку из мешка достанет. Комочек пуха, длинное ухо. Прыгает ловко, любит морковку. Ай, умнички какие. Ага, и действительно, правда, заяц. Небо все усыпано золотой крупой, и горит оно в ночи золотым огнем. Звезды. Никита, а как ты догадался, что это звезды? Это золотая крупа, да? Как будто какие-то точечки кругленькие. Да, золотые светят. Хорошо, давайте проверим. Достанет из мешка Дедушка Мороз? Достал. Замечательно. Послушайте, пожалуйста, звезды, заяц. На какие звуки начинаются эти слова? Звук. Звук, ребята. З, з, з. Хорошо, давайте вместе с вами улыбнемся. Язычок за нижние зубки. З, з, з. Зубки за оборчиком. Хорошо. Скажите, пожалуйста, воздух встречает преграду? З, з, з. Да, да, он у нас, наши зубки, да, с вами идет по язычку, врезается в зубки. Скажите, этот звук у нас гласный или согласный? Согласный. Хорошо. А какой он у нас, глухой или звонкий? Звонкий. То мы слышим там какой-то звук, да, там не тихо. Там что-то у нас звенит. З, 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 з. Правильно. Можно или ушки закрыть, или горлышко, руку приложить, ладонь. Хорошо. Давайте посмотрим. Вот наш звук з. Он звонкий, согласный. Звук з обозначается буквой. Буквой, какую мы пишем? Буква з. З, да. Хорошо. Давайте двигаться с вами дальше. С неба звездочки летят и на солнышке блестят. Точно в танце балеринки кружатся белые снежинки. Да. Вот и следующее задание от зимы. Будьте внимательны. Мы сейчас с вами будем ловить в воздухе воображаемые снежинки. Ловить мы будем хлопочком. Раз поймали, раз поймали. Но не все снежинки мы будем ловить, а только те снежинки, в которых вы услышите звук з или з. Хорошо? Как только вы услышите звук з, сразу ловим наши снежинки. З, ловим снежинки. Итак, что мы сейчас с вами делаем? Ловим снежинки. Правильно. Звук. Отлично. Итак, слушаем внимательно. Ушки приготовили. З. Ой, умницы какие. З. Ц. Кто хлопнул? Кто поймался? Будьте внимательны. Дальше. Ш. З. Молодцы. Слушаем дальше. Т. Ай. Ай-яй-яй. Слушаем дальше. З. Молодцы. С. С. Ж. Ай-яй-яй. Кто у нас тут самый невнимательный? Молодцы. Теперь послушайте. Я буду называть вам слоги. Как только услышите звук З или Зи, сразу ловим снежинку. Слушаем. А-с. З. Молодцы. Зи. Здорово. Ага. Зу. Молодцы. Ша. Ам. Ну что, ребята, справились мы с этим заданием. И на пути у нас стоит зайчишка. Зайке холодно зимой. Замерзает зайка мой. Где твой домик? Зайка, зайка. За, 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 за кустом. Ребята, зайку мы должны согреть. Буквы, звуки З и З в словах найти. Итак, приготовили опять наши ладошки. Звук З и З в словах мы с вами уже слушаем. Хорошо? Итак, слушаем. Зайц. Молодцы. Снежинки. Умницы. Санки. Замечательно. Зима. Умницы. Заморозки. Ай, умницы какие. Снежки. Снегурочка. Спрашивает у вас. А сами вы можете подобрать слова со звуком З или З? Вот попробуйте сейчас подобрать такое слово, которое бы начиналось на звук З. Дальше, ребята, ждет нас снеговик. Снеговику помогите и лишний предмет найдите. Итак, посмотрим. Перед вами четыре картинка. Ва-за. Зонт. Оса. Зебра. Да, действительно. Максим был внимателен. Действительно, в слове Оса нету буквы З. Нету буквы З. А во всех остальных картинках есть звук З или З. Да, молодцы, умнички. И еще четыре картинки для вас приготовил снеговик. Почему, Никит, ролики? Правильно. Мы когда на роликах катаемся? Весной, осенью, летом. Да, действительно. А на всех остальных предметах мы, конечно, мы катаемся зимой. На коньках, на санках. Весь лес мы обошли и в царство к зимушке-зиме пришли. Для нас она подготовила еще одно задание, к которому нам необходимо с вами приготовить три карандаша. Красный, синий и зеленый. И листочек, ручку или блокнот. Смотрите, нам необходимо с вами отгадать слово, которое загадала нам наша зимушка-зима. Смотрите, четыре картинки, название каждой картинки. Мы записываем первую букву, название каждой картинки. Потом посмотрим, что у нас с вами получится. Картинка, что мы видим, Никита? Никита, первый, зонт, зонтик. Хорошо. Назови, пожалуйста, какой первый звук в слове зонт? Хорошо. Ответь полным предложением. В слове зонт первый звук. В слове зонт первый звук з. Замечательно. Какую букву запишешь? З, да? Буква з. Хорошо. Записывай буковку з. Записал. Хорошо. Ульяна, вторая картинка. Что изображено? Игла. Ответь полным ответом. Какой первый звук в слове игла? Полным ответом. В слове. Первый. Запишите, пожалуйста. Что дальше мы видим? Мышь. В слове мышь первый звук какой? Это буква. М. А первый звук. Звук. В слове мышь первый звук м. Кто у нас тут такой? Очаровать. Ангел. Ангел. Какой первый звук в слове ангел? Кто? Ангел. Первый звук а. Давайте посмотрим. Прочитаем с вами слово сверху вниз. Что у меня здесь? Зима. Правильно. Молодцы, умницы. Зима. Итак. Зима. Давайте с вами выполним звукобуквенный анализ слова зима. Посмотрим. Зима. Зима. Каждая буква обозначает звук. Итак. Буква З обозначает звук зима. З. З. Буква З обозначает звук зи. Он у нас. Гласный или согласный? Согласный. Звонкий или глухой? Звонкий. Мягкий или твердый? Мягкий. Обозначаем звук. Каким цветом букву? Каким цветом? Зеленым. Какая буковка идет? И. И. Что я сделала? Я пропела. Да. Поется звук. И. Гласный. Каким цветом обозначаем гласный звук? Красный. Ульяна, ответь полным ответом. Буква М обозначает звук. Обозначаем. Каким цветом? Молодцы. Никита, быстрее бери в руки синий карандаш и обозначай синим цветом. И последний звук. Никита, давай, это твой звук. Буква. Обозначает звук. Гласный. А. Звук А обозначает звук А. И он у нас гласный. Каким цветом обозначим его? Умничка, обозначай быстрее. Зима. Давайте разделим слово зима на слоги. ЗИ-МА. Сколько мы видим гласных звуков в этом слове? Два. Мы видим два красных кружочка. Сколько в этом слове слогов? Два. Выполнили звукобуквенный анализ. Вы справились и с заданием, и от зимушки зимы. Итак, ребята, мы сегодня с вами говорили о времени года. Каком? ЗИ-МА. Как вы думаете, какая любимая буква у Дедушки Мороза? Да, действительно, З. Мы с этими звуками З-З сегодня работали. ЗИ-МА.